еще раз здравствуйте уважаемые телезрители это программа свежак с вами ее ведущий виджей чак и сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о числах а если быть совсем точным о самом большом простом числе и поможет не в этом мой сегодняшний гость создатель этого самого большого простого числа кирилл ванов здравствуйте кирилл здрасте чак здравствуйте в общем то скажу сразу я с детства не с детства с класса 8 наверное не люблю арифметику и все что связано с числами ну кроме если это конечно не касается зарплаты хочется у тебя узнать что за что это такое самое большое простое число вообще существует в арифметике точно существует я придумал название этой группы лет пять назад мне хотелось придумать какое-то название которое бы менялось периодически из самого большого просто ушла в самый простой большой нет не совсем так чтобы она иногда происходила с ним какая-то трансформация и оказалось что самое большое простое число его каждые полгода открывают заново какой-то каждый раз открывает новое то есть если нам сделать какой-то если в виде цифр представить представлять название группы то она будет каждые полгода меняться для меня это название это нет было некая метафора того с одной стороны каких-то важных больших значимых вещей чувств переживаний а с другой стороны очень простых явных понятно всем ты можешь мне вот прям сейчас ты посчитать сколько вообще людей участвовать против самое большое простое число но и сейчас самое большое простое число это группа нас там трое мы выступаем в троем пишем альбом сейчас в троем и вот наконец-то тут так вот как-то выкристаллизовалась до этого у нас был альбом который назывался сбпч оркестр в котором принимал участие помимо настроек но еще человек 20 съемка всех кому не лень но примерно да а на концертах принимал участие весь зал мы выходили в зал и раздавали всем инструменты и все как кто хотел с нами поиграть те играли из этого у нас как получалось новая музыка и потом мы записали из этого фактически новый альбом но сейчас это три человека это такой прям бэнд я знаю что ты помимо того что развлекаешься чтением речитативов да сам большое простое число в клубах ночных ты же днем еще и не подрабатываешь а работаешь на телевидении но довольно какой-то серьезной программе если я я много где работал на телевидении сейчас я работаю накандасть до этого я работал на нтв а потом мне надоело я ушел не работал полгода в телеке сейчас снова вернулся работаю на канале стс в программе большой год вообще тебе больше что нравится выступать в клубах или по телевизору не мне по телевизору вообще не нравится но то есть если бы я мог если вот так как-то случилось что вот мы сейчас напишем такие ясные четкие внятные понятные всем песни что их знаете есть такой критерий песни вот если ты пьяным можешь спеть то это очень хорошая песня вот если мы напишем такие песни то и у нас будет площадки будут больше то я с удовольствием завяжусь телеком перестану вообще журналистикой заниматься продолжая тему работы в новом клипе под названием это в девятом тоже своеобразная работа ты работаешь человеком бутербродом да каково это было быть человеком бутерброда но это мы так придумали что это поёпик о жизни человека бутерброда на самом деле было смешно но то есть сначала немножко это страшновато я стою в этом бутерброде как на котором написано какая-то ересь инглиш за две недели за горит солярий как я в таком в таком духе да и и а люди стали подходить я вот стоял там он на проспекте мира раздавал на камеру а люди подходили и спрашивали ну ладно брат ну ты чего ну как ну нельзя за две недели я буду я сам выучу их да ладно да нельзя за две недели хотя ну ладно дай бумажку попробую да да не шутит а тебя вы на улицах не узнавали люди например киньи одноклассников о кирюк здорово ты чё вот работаешь ты молодец я не узнавали нет 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 не узнавали например нет к счастью меня вообще очень редко пожалуй наверное главный вопрос сегодняшнего нашего интервью это что же это такое это но это про песню любовь про про любовь про любовь песни там в общем это это вот какой-то не 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 формулируемые до конца словами переживания что такое но все-таки а это но сердцебиение концерт конца да 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 просто не определишь ярлык то не повесишь на именно так хорошо ну спасибо огромное что ты пришел и желаю тебе чтобы твое самое большое простое число с каждым днем заняло все больше и больше а нашим телезрителям я предлагаю посмотреть все таки что же это такое в клипе самое большое простое число это смотрим это как глокотание крови в пробитой груди и как когда надеваешь капюшон и становится легче как тубы натянутая леска как звенящая тишина в кабинетах юнеско как самый хрупкий кокон на свете как все обещания что дали мне дети у меня было что-то похожее но я это как водитель катка планомерно закатал в асфальт как токурь-фрезеровщик расплавил на сто тысяч смальт как укладчик номер три закатал в пятьдесят консервных банок как доктор картер залил йодом все двенадцать ранок как пилот вертолета бросил на удачу восьмерки лопастей как гастарбайтер разбил кувалдой на тысячу частей как сутулы шахтер раздробил отбойным молотком и снова устроился водителем катка его спать катком я перепробовал столько профессий чтобы от этого избавиться и вот теперь я сижу в скафандре мне в скафандре не нравится но боюсь даже на орбите никуда не денется это я перепробовал столько профессий чтобы от этого избавиться и вот теперь я сижу в скафандре мне в скафандре не нравится но боюсь даже на орбите никуда не денется это 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 сегодня утром это случилось снова и хотя ни спасатели ни правоохранительные органы на место происшествия еще не прибыли вокруг уже начали собираться люди до сих пор ничего не известно о причинах произошедшего никто не знает когда это может повториться и кто станет следующей жертвой паник усиливается еще и тем что власти до сих пор хранят молчание и никак не комментирует произошедшее напомню что это уже третий случай